всем доброе утро меня зовут наталья сегодня 16 июня и хочу вам показать свою готовую работу детский костюмчик он у меня здесь на окошке сохнет немножко еще от манжетики влажные так в принципе уже практически высох но вот такой костюмчик у меня получился смотрите какая прелесть мне очень нравится то что не вышло такой узорчик классный вообще все здорово значит сейчас когда сохнет буду монтировать видео мне нужно еще отснять начало видео превьюшку снять и анонс сделать на днях выйдет анонс поэтому костюмчик у кто ждал девочки ближайшее время постараюсь выложить тут очень много монтажа поскольку мастер-класс очень подробный как обычно у меня платные мастер-классы две части по штанишкам и по кофточке будут вот сейчас я свои платные мастер-классы выкладываю на youtube в ограниченном доступе и вы можете потом посылочки в принципе любое время заходить смотреть не надо ничего скачивать как ранешние вот у меня были мастер-классы девочки часто мучились как скачать да не у всех получалось но там определенные были моменты потом все конечно муж настроил сейчас все намного проще для тех кто первый раз зашел на мой канал у меня девочки не только платные мастер-классы у меня все для вас бесплатно все мои мастер-классы но есть вот несколько платных именно по детским костюмчиком по моему это 5 если не ошибаюсь очень подробные для начинающих вот девочки приобретают вяжут по петельные мастер-классы все тут каждая часть у меня практически по часу получается но вот тут не знаю сколько мне по времени выйдет тоже думаю что такой довольно объемный мастер-класс получится ну вот так сейчас подсохнет все сниму смонтирую мне наверное день только на монтаж уйдет и все будет потом в анонсе все вам покажу расскажу тут хочу еще показать смотрите на окошке у меня что растет догадаетесь что это такое как-то смотрела наталью емельяшину она показывала что выращивает деревца из косточек и но я думаю что вы все тоже этим занимались и я тоже как-то раньше лимонные деревья выращивала мне нравятся такие маленькие деревца в интерьере классно смотрится попробовали посадили с ариной с младшей доченькой две косточки мандаринки три недели назад землю принесла с огорода удобренную хорошую и в общем я думала что уже ничего у меня тут не вырастет и вот такие два отросточки смотрите какие прикольные хорошенькие такие зеленые листочки так вообще классно потом наверное я пересажу меня тут сломанный горшочек вот здесь наверно видно не было другого купим потом горшочек красивый посажу их вот у меня такие деревца в интерьере наверное сейчас полью и отнесу на лоджию на другую сторону у нас здесь солнечная сторона я думаю будут листики гореть там после четырех у нас солнце приходит с той стороны и как раз там будет комфортно расти вот еще сегодня хочу вам показать кофточку которую вижу на дочу на пять лет из пехорки весенней этикетку не взяла сейчас собой так ну вот смотрите на какой стадии довязала я низ полностью мне осталось рукавчики один я уже начала как вы видите вязать что здесь не помню на какой стадии вам показывала мне кажется у меня был низ недовязан прошлый раз значит пустила две цепочки и снизу я решила сделать резиночку сначала думала айкордом закрыть но потом как-то решила наверное это будет не очень в этой модельки сделала резиночку закрыла с способом с накидом и в принципе все отлично вот и на и тянется и форму держит принципе нормально я еще сегодня попробовала вот здесь в этой части отпарить слегка совсем отпарила и я уже вижу конечно различия я сильно переживала что получается такое знаете корявые такие петли как-то меня вот вижу и все расстраивает но вот здесь видно что полотно другое совсем да здесь не отпарила а на спиночке уже более ровное полотно уже все симпатичнее конечно я естественно ее сначала еще постираю она выровняется потом после стирки наверное еще от парю и будет все здорово тоже кто первый раз смотрит эта кофточка с круглой кокеткой будет экспресс мастер-класс с подробным подробно там показывать буду круглую кокетку как вижу остальное будет теория больше значит начала уже вязать рукавчик набрала петли несколько рядочков прошлась ну и в принципе она у меня одна такой финишный уже прямой находится два рукава связать в принципе это не так долго да и будем готова кофточка потом единственное что нужно будет постирать подождать пока высохнет поэтому тоже какое-то время это займет ну ничего скоро думаю на канале будет еще у меня и такой мастер-класс вот классно меня спрашивали кстати несколько девочек писали мне по горловинке и здесь и футболки свои синие да что горловинка красивая это крестообразный набор петель я уже говорила тоже неоднократно очень люблю его использовать когда вижу из хлопка полухлопка набирать так петли очень красиво получается горловиночки ссылочку она мастер-класс оставлю кто просил заходите смотрите как он вяжется болгарский зачем вы еще называют так сейчас у меня в работе второй моток вот он принципе расход отличный ну что осталось рукавчики связать и все буду стирать монтировать и будет мастер-класс на канале по футболке моей я наверное сегодня не буду вам ее показывать я там очень хорошо продвинулась мне осталось буквально не знаю сантиметров наверное 10 вниз провязать и у меня будет готова уже вот само полотно само тельце до футболки не буду сейчас показывать следующем видео уже покажу там в принципе потом рукавчики коротенькие связать тоже быстро я ее довяжу поэтому тут сейчас я думаю подряд у меня пойдут мастер-классы сразу начала несколько процессов и вот они у меня потихоньку к завершению подходит и не моя маечка по ней не продвинулась нисколько как-то вот на нее времени не было но тоже конечно же в ближайшее время буду ее вязать еще девочки что я повязала вчера так захотелось отдохнуть от спиц повязать крючком что-нибудь такое небольшое и я повязал сейчас все покажу ну вот смотрите девочки какая у меня получилась красота это моя первая работа корзиночка до 1 ни разу я не пробовала решила попробовать связать корзинка из трикотажной пряжи здесь у меня сердечко и у меня еще есть вторая форма недоставалось упаковки вот такой ромб большой это большая будет такая корзина пряжа у меня вот такая заказывала через совместные покупки у нас в городе и вот такая вот как сказать визиточка да наверное прилагалась давайте поближе вам ее покажу это не реклама ничего это просто мне вот в посылочке пришла сама пряжу покупала вот такая вот была там визиточка цвет коралл обалденный цвет красивый вяжется легко в принципе знаете сравнить особо не с чем поскольку не вязала до ни разу такие корзинки но мне понравилось этой ниточкой работать в принципе и такой такая бобина огромная большая у меня ушло наверное одна треть получается на эту корзинку мне хватит сейчас с нее связать еще вот этот ромбик я буду 2 вязать с одной пряжи одна будет маме 2 будет мне у мамы в начале августа дне рождения я планировала позже ее начать вязать но не знаю сейчас пришло вдохновение поэтому я сейчас связала это будет маме корзиночка такая сюда конфетки положу татьяны кельмяшкиной видела она тоже связала корзинку как-то положила рафаэл так это все миленько классно смотрелось и я решила своей мамочке связать тоже вот такую красоту будут подружки к ней приходить пить чай с конфетками и она будет показывать вот эту вот корзиночку им но здорово да девчонки смотрите мне кажется классно получилось пришила сюда бирочку для солидности хендмейт ксения мне присылала такие классные деревянные бирочки вязала по мастер-классу оксана хендмейт я вам ссылочку внизу оставлю на ее мастер-класс очень подробный настолько все прям для начинающих как я доступно понятно все на одном дыхании буквально связала единственная у меня разница была крючки также как она я начинала на пятерки потом она перешла на восьмерку закончила пятеркой у меня все связано на пятерки вся корзинка у меня нету крючка я почему-то думала что у меня есть семерка но видимо потерялся что ли я прям была уверена что и буду вязать на семерочки не нашла пришлось выкручиваться думаю ладно было не было попробую связать на пятерки но и получилось классно она знаете получилась такая плотная плотная вообще она отлично держит форму я думаю что если бы я вязала на семерке или восьмерке она была бы более такая знаете как бы расхлябанная даже сказать или как правильно вот на пятерки вообще отлично прям классно вообще держит вот смотрите я ее так вот как бы давлю да на нее она держит форму замечательно просто здесь у меня вот такая дырочка видно вам наверно да но не знаю пробовала уже по-другому немножко тут обвязать не получается ну конфетками заложится в принципе не будет это все видно и еще тут такой момент я когда вязала уже наверное на середине корзинки обратила внимание что оксана вяжет как бы вот так держит корзинку к себе и вяжет до крючком а я вязала вот так держи корзинку то есть наоборот неопытная да вот так и у меня получилось что вот эти столбики вот они которые внутри как она их называет лапки или как вот это должна была быть лицевая сторона а у меня вот такая лицевая получилась то есть изнанка ну 2 буду вязать правильно как она показывает но мне кажется тоже довольно интересно смотрите тоже довольно неплохо все получилось прям вот изгибчик идет все так вообще я просто балдею муж сказал красота шедевр ему понравилось очень тоже корзиночка вот девочки кто ни разу не вязал тоже проходите на мастер-класс оксаны и пробуйте смотрите как здорово так на день рождения подарить даже до родственникам там маме подружкам конфетки положить ну вообще отличный просто подарок мне кажется у меня мамочка будет довольна она любит такие вот всякие вещички на стенку ставят к себе и у нее там статуэтки всякие но я думаю корзиночка на этом будет стоять так ну вот такие новости у меня в принципе все что повязала за это время пока мы с вами не виделись буду наверное с вами прощаться ближайшее время постараюсь тоже надолго не теряться буду вязать вам показывать свои новости продвижения начнут потихоньку выходить мастер-классы и сейчас хочу вставить небольшой кусочек видео с моей дачи с огородом и называем не дача огород у нас у меня нет 2 точнее у меня есть второй канал но он просто стоит пустой как бы нету времени на него снимать я хотела сделать влоговый такой канал но пока нет возможности поэтому я тут вам буду иногда кусочки такие вставлять если интересно меня просто просили показать сибирский огород я не думаю что он очень сильно отличается от других огородов но покажу вам что у нас растет на какой сейчас все у нас стадии у нас все конечно запоздала потому что сибирь да позже все та же клубника мы и будем кушать только в июне покажу вам теплицу свою которую мы нынче купили если интересно оставайтесь и смотрите если нет тогда будем с вами прощаться и пока пока а и ну вот наш огород девочки ничего особенного дочь качается еще наводим порядок в этом году еще не все убрали не все углы растрясли вот наша теплица картошка уже хорошая такая мы окучили уже ее и жуки стали появляться но мы пока их собираем еще ничего не делали не травили мама ведь давай попробуем нынче их собирать чтобы ну совсем экологически чистая картошку было у нас не знаю справимся или нет у нас тут сразу в огороде картошка растет поле и вот так теплицы девочки первый год привыкаем еще на следующий год сделаем тут ограждение чтоб тропинка была и грядочки повыше ну пока так помидорки уже смотрите какие у нас уже большие помидорки хотя сами кустики еще такие мне кажется жиденькие но они еще силу наберут все равно уже более менее вот тут такие чеплашки ставим когда жарко испарение чтобы было и вот смотрите у нас еще какие огурчики только завязываются моллюски совсем маленькие ну вот так я вам сейчас ставлю кусочек мы тут редиску смотрите вот так по краю посадим сейчас подальше отойду вот так по краю у нас редиска сидит мы уже первый урожай собрали съели такая редиска нынче я вообще в жизни такой девчонки не видела как яблоки я вам кусочек сейчас ставлю увидите это мы уже второй раз я посадила у нас обычно я все сажу а мама уже так все помогает мне говорят рука легкая как говорят народе да все вроде растет этот пол ну в общем вот эту раньше посадила тут вот где выдергивала позже еще не зашла потихоньку начинает сходить сейчас бы все поливать пришли сухое все и знаете у нас нынче редиска я ни разу в жизни даже не видела такой не то чтобы у нас такая росла она просто огромная даже давайте одну сорву на руке смотрите она какая потом заберу прям здоровая крупная она на камере не очень смотрится а на самом деле она просто огроменная вот еще такая у нас есть но это уже перерастает это любимая редиска моих детей с белым кончиком она очень сладкая и еще я тут посадила белую начали белую люблю я она вырастает крупная как репка такая и она очень сладкая вот с этой стороны тоже смотрите я огромная может быть ничего себе вот это редиска в теплицах малейская красота прям красота вот Виктория в этом году не очень. Как-то вот, не знаю, она местами вроде ничего. Она ещё зелёная, вот ягода, конечно, у нас ещё рано для Виктории. Ну, какие-то кустики все жиденькие. Какие-то, не знаю. Обычно у нас бывает хорошая, богатая Виктория. Видите, ещё ягодки вот так начинаются. А нынче, у нас май был очень тёплый, даже жаркий, наверное, аномальный. Я вам рассказывала. К концу мая пришёл холод резко. И всё, сошло всё в рост, а потом резко всё затормозилось. И теперь один день, может быть, 30, потом несколько дней 15. И, в общем, вот так вот всё. А щавель ем. Вкусный щавель, сынок, щавель ест. Приношу ягодку, ну да, вот краснеет начинает. Это ранее, наверное, сорт. Вот ещё одна только такая. Чеснок хороший такой нынче. Немножко пожелтел, но... Ожил, да, мама, или лук у нас жёлтый? А, вот этот второй, да, жёлтый. Мам, слой ноги, мама! Ухожу с дороги, да. И этот сразу солью полили, и что-то вот никак он у нас не оживает. Вот так, это у нас свёкла. Такая ещё молюська. Учёк. Здесь у нас салатик мы обычно два вида ссадим. Вот такие. Хорошие уже рвём, кушаем. Кустовой укроп. Мне он очень нравится. И на зиму, и так покушать. Морковка ещё только появляется. Такая ещё маленькая. А тут большую грядку нынче сделали гороху детям. Вот так придумали. Мама такую придумала городьбу. Чтобы это всё не заваливалось. Сейчас будет на эту городьбу у нас горох облокачиваться. Ну, горох уже такой хорошенький, весёленький. Ну, и тут у нас малина. Малины нынче будет, наверное, много. Пчёлки летают, опыляют, жужжат. Стояла жара, потом всё это очень хорошо пролило. Вот такая прям богатая она нынче. Будем варить, будем кушать. Вот такой у нас огород. Самый обычный. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok